Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Ярочкина Елизавета Викторовна, кандидат исторических наутоцин кафедры общественных дисциплин «Основ права экономики», дисциплина «Новая история стран Азии и Африки», тема лекции номер 6 «Китай в период нового времени до 1917 года». Социально-экономическое положение в Китае накануне восстания Тайпина. Причины и характер тайпинского движения, государство Тайпин-Тяньго, причины поражения, последствия после восстания. В конце 16-го и начале 17-го веков в одном из важных торговых и культурных центров Южного Китая, город Уси, на базе Академии Дульни, сложилась организация, члены которой требовали важнейших реформ всех сторон жизни Минского Китая. Программа напоминала требования реформаторов 16-го века и была составлена чиновниками, высланными из Пекина за оппозиционные правительства взгляды глава организации Сануэ Гу Сян Чен. В период 1620-1624 года реформаторов удалось прийти к власти в Пекине и попытаться существовать на практике свои требования. Повстанческие выступления крестьян против прявощего в Китае режима начали с 1622 года в провинции Шандунь под руководством тайного общества «Белый лотос» и распространили достаточно большой территорию в провинции Шэньси и Ганьсун. Талантливые руководители Ли Цзэчэнь и Чжэнь Цзэньчжун войска повстанцев пошли в столицу. Император Чжэнь Чжэнь не выдержал позора, покончив жизнь, предварительно собственноручно лишив жизни дочь и несколько наложниц. Вместе с ним в знак преданности покончили жизнь самоубийством около 80 тысяч человек. Ли Цзэчэнь был провозглашен новым императором, а его ближайшее окружение получило достойные должности. Ведущую роль играли бывший купец Лю Цзюминь и поэт Ли Цзэнь, выходец из состоятельной китайской семьи. Новый государственный аппарат строился по традиционным для Китая образцам восточной деспотии, опирался на деятельность реорганизованной армии, которую проводилась в мобилизации и где царила строгая дисциплина. В начале XVI века на территории Северо-Восточного Китая проживали племена манчжуров, являвшиеся потомкой Джуджини еще в начале XII века. Задавших свою государственность в виде империи Цзэнь, павшей вскоре под ударами монгольских войск. Итогом процесса стало образование и позднейшее господство уже некоторых других империй. XVI, XVII, XVIII век проходят под эгидой революций, крупных восстаний, недовольства населения. Такие восстания провинций Ганьсу, Хубей и так далее. В 1816-1834 были попытки направить две крупные английские миссии для так называемого открытия Китая, для торговли на его территории. Главным успехом англичан стало увеличение ввоза в Китай и соседней Индию опиума. С 1800 года по 1838 его количество на китайском рынке увеличилось с 2000 до 40 тысяч ящиков, что превысило его продавцам баснословной прибыли. В связи с этим стала последствия так называемой опиумной войны. Первая опиумная война 1839-1842 годы, стремясь воспрепятствовать ввозу опиума в Китай, император Кан Си опубликовал священный дикт, который представлял из себя свод доктрин, определявший официальную государственную идеологию на конституционной основе. Предпосылки за рождение движения тайпинов на территории Китая способствовало недовольству засилий европейцев и в частности борьба против опиумной войны. В 1844 году в провинции Гуандун сельским учителем, принявшим христианство Хунь Сю Цуанем, было создано общество Небесного Отца Бай Шанди Хуэй. В основе его идеологии, его общества лежала идея всеобщего братства, равенства людей, выраженная в форме создания на территории Китая Небесного Государства Великого Благоденствия Тайпин Тяньго. Лидеры Янь Сю Цин, действовавшие со своими сторонниками в провинции Гуанси, Сяо Чао Гуй, Вэй Чань Хуэй, Шидака и другие, стали его соратниками в дальнейшей его деятельности. К июню 1850 года тайпины, так стали называть участников движения, уже представляли организованную силу, готовящуюся к выступлению против государства цинов и установлению в Китае общества справедливости. Начальный этап тайпинского движения 1850-1856 годы. Начинается первое выступление тайпинов против властей в провинции Гуанси, а уже в январе следующего года в деревне Цзинь Тянь было провозглашено создание государства Тайпин Тяньго, лидеры которого объявили о походе на север с целью захвата столицы Цинского Китая – Пекина. После захвата города Юньань на севере провинции Гуанси, Хунь Сю Цюань провозглашают Тянь Ваном – небесным князем. Его ближайшие сподвижники были удостоены титулов ванов. В 1853 год у тайпинов появился серьезный военный противник в лице армии под руководством китайского сановника Цзинь Гуфаня, состоявший из крестьян и помещиков, невдовольных политикой тайпинов. Уже в следующем году им удалось овладеть треуградием Ухань, но в 1855 году тайпинам удалось нанести армии Цзинь Гуфаня поражение и вернуть его под свой контроль. В 1856 году наблюдался кризис движения тайпинов, выразившийся прежде всего в разногласиях между его лидерами. Самым серьезным был конфликт с Ян Сю Цином и Вэй Чан Хуэем, в результате которого первый был убит. Следующей же этого стал Вэй Чан Хуэй. Должен быть стал Шадакай, но ему удалось бежать из Нанкина в Аньцин, где он стал готовиться к походу на Нанкин. Напуганный таким развитием событий, Хун Цу Цуань приказал казнить Вэй Чан Хуэе, но при этом не наделил дополнительными полномочиями Шадакая. Главным документом, на основе которого тайпинские вожди пытались проводить преобразование на контролируемых территориях, стало земельное уложение Небесной Династии. Несмотря на узость его названия, земельное уложение Небесной Династии вбирало в себя все направления управления и жизней деятельности общества и государства. В нем предусматривалось в духе утопических идей китайского крестьянского коммунизма уравнительное перераспределение земельных владений. Были определены принципы нового государственного устройства. Основой административной и одновременно военной единицы на местном уровне становится общиновзвод, в котором состоял 25 семей. Высшей организационной структурой являлась армия, в которую входило 13 более тысяч семей. Каждая семья обязана выделить одного человека в армию. Солдаты три четверти времени года должны были проводить полевые работы, а четверть заниматься военным делом. Кормандир военной единицы одновременно исполнял функции гражданской власти в том районе, где располагалось его формирование. Женщины были уравнены в правах с мужчиной, в том числе и на военной службе. Запрещались древние обычаи. Детям, достигшим 16-летнего возраста, выделялся на дел, составлявший половину земельного дела взрослого. Тайпины запретили на контролируемых территориях курение опиума, табака, употребление спиртных напитков и азартных игр. Были отменены пытки в процессе создания, дознания и ведения, введен гласный суд. В отношении преступников, предусматривая суровые меры наказания, в городах все ремесленные мастерские, торговые предприятия, а также запасы риса, были объявлены собственностью государства в школах, воспитая на стиле религиозный характер на основе тайпинской идеологии. Многие из провоглашаемых танпинами своих программных документов преобразований так и остались в декларативной форме. Некоторые просто проводились в виде мероприятий, саботировались на местах. Вторая опиумная война 1856-1860 годы совпала так называемым вторым периодом тайпинского движения. В 1856 году начинается кризис в тайпинском лагере, приведшем к его ослаблению. Поводом к началу войны послужили события, связанные с торговым судном Эроу, находившимся в Гуанчжоу. В конце октября 1856 года английская эскадра начала обстрел города. В 1859 году один из родственников Тяньване, Хун Женган, предоставил программу развития тайпин-тяньго новое сочинение об управлении страной, согласно которой в жизнь тайпинов должны были войти западные ценности преобразования, проходить постепенно, без революционных потрясений. Хун Су Цуаню требовалось оставить Нанкин и отправиться на запад Китая для продолжения борьбы, так как его силы и сторонники были слабы. Весной 1864 года началась осада Нанкина и 30 июня, оказавшись в безвыходном положении, Хун Су Цуань покончил жизнь самоубийством. Политика самоусиления с 1861 по 1895 годы после поражения во Второй опиумной войне в правящих кругах Китая возникла потребность еще раз попытаться найти выход из создавшейся неблагоприятной ситуации, грозившей превратить это крупнейшее государство Востока в жалкий предаток западных держав. В связи с тем, что Китай отвлек свои силы на борьбу с различными крестьянскими восстаниями, было упущено время для усиления борьбы против европейских держав. В результате была выработана новая линия развития, получившая в историографии название «Политика самоусиления». Выделяются три основные этапа в ее проведении, когда главное внимание правящих кругов было сосредоточено на подавлении сопротивления крестьянских выступлений. 1870-1885 характеризуется образование в правящем лагере двух основных группировок, боровшихся за проведение внутренних преобразований. В 1885-1895 победа группировки Ли Хунчжана и последующее отстранение ее лидера от власти после поражения Китая в войне с Японией. В 1875 год скончался император Цзай Шунь. На престол взошел трехлетний племянник Цзэси Цзайтян, девизом правления которого стал Гуан Сюй. В официально были провозглашены шесть главных составляющих в проведении политики самоуправления, подготовка солдат, строительство судов, производство машин, изыскание средств на содержание вооруженных сил, привлечение к управлению способных людей и решимость к благосрочному проведению указанных высшими оприятий. Учебные заведения наряду с традиционной для Китая конфуцианской теорией преподавались и западной наукой. В этот период усиливаются позиции Ли Хуньджана. Цзэнский двор стал поощрять его политического соперника Дзо Дзунтана, назначив на 1882 году доместника провинции Ляньцзин. В середине октября 1885 года был издан указ о создании канцелярии по военно-морским делам во главе с князем Чуним, заместителями которого стали князь Цзэн и сам Ли Хуньджан. Однако спустя всего три года ассигнованные ранее средства на закупку современных военно-судов пошли на строительство очередной зарплатной резиденции для Цзэси. А в 1893 году эта канцелярия вовсе была упразднена. Флот Китая так и остался в ослабленном состоянии, не имея даже общего командования.